Вообще конференция прям замечательное дело, потому что я помню в свое время у нас Республика Тарстан была одна из лидеров цифровизации. Вот вспомнили 1985 год, это год, когда я родился. И в этом году действительно, и до этого, кстати, производились первые поставки компьютеров в школы Тарасча Советского Союза. И на самом деле это было одним таким рывком, потому что Советский Союз это первая страна, которая в обязательную программу поставила информатику. А вообще в мире такого не было, ни в Штатах не было, ни в Европе, ни в одной из стран. В Советском Союзе уже было. 18 октября в актовом зале Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета собрались представители образовательных учреждений России. Всероссийская конференция посвящена цифровой дидактике, актуальна в целях повышения цифровой компетенции будущих и действующих педагогических работников. Приветственной речью мероприятия открыли директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радив Замаледдинов, проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, директор Центра цифровых образовательных технологий ЕДУ-ТЭЧ, Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Луиза Плотникова и заместитель министра образования и науки Республики Тарстан Мензалия Закирова. Тема выбрана не случайно. На самом деле цифровые технологии активно вошли в нашу жизнь. И мы сегодня должны подготовить наших школьников к этой активной жизни. Для того, чтобы мы могли с вами успеть за развитием цифровых технологий, мы продумали программы нашей конференции в 30 мастер-классах разных направлений, где мы надеемся, что данная полученная информация будет для вас не только интересной, но и полезной. Дагогам была представлена возможность посетить пленарное заседание, где образовалась панельная дискуссия. Далее состоялся круглый стол для партнеров Центра цифровых образовательных технологий ЕДУТЭЧ. Круглый стол для директоров Школы Республики Татарстан и мастер-классы для педагогов. Конечно же, цифровизация напрямую касается и системы образования, системы и общего образования, и системы профессионального образования. В нашей республике и в нашей стране сегодня очень много делается в данной области, но мне кажется, как мы видим по результатам вот этого года, еще недостаточно все развито, и все, что мы делаем, требует еще дальнейшей доработки. Напомним, что 2022 год в Республике Татарстан объявлен годом цифровизации. По словам Радифа Замалединова, сегодня без дальнейшего развития технологий невозможно двигаться ни в одном другом направлении. Также без цифровых компетенций невозможно на сегодняшний день представить ни одну отрасль профессиональной деятельности. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс.